Как там нам сказали, понаехали, тут нам сказали, по-моему. Поэтому я понял, что я там лишний. Все масло, личное, патронное хозяйство. Марпасадский район, Чурашево, ну неделю три раза. Одни и те же в основном покупают, сырак, лентуру, да. Продаем молоко, творог, сметана, сыр, ну масло делаем. Ну обычно 50-полторашек, там творога, сколько килограмм, 5, наверное, и сыр обычно продавал. Устал в Москве лопату и от свор кидать. Возле пришел к этому дома, рядом с детьми, с женой. Купили три коровы, думали, которые лучше, ту и оставим. Ну так посмотрели, и все три хорошие получились, так и пришлось, все три для себя оставить. Ну дойных коров шесть, ну телята, бычки. На рынок пришли, начали тут торговать. А молоко, все остальное начало уходить у нас. Вот так и пришли к этому. Лучше дома работать, чем в Москве кататься. Ну если и работа есть, конечно. Ну сам себе работу сделал, сам и работаю. Ну у кого как, конечно. Маловато, конечно, чтоб достойно. Ну так выжить можно. Три коровы можно завести, условия надо сделать, много надо. Сарай нужен, техника нужна, земля нужна. Ну самое главное желание надо этим заниматься. Если желания нет, спустя руководить, все равно ничего не будет. Корову надо вовремя доить, вовремя кормить, вовремя поить. Если всего этого не будет, у тебя молока не будет, коровы будут болеть. Ну короче, да, шестеро детей. Все, ну, за животными, все смотрят в принципе. Кто что делает. Кто там свеклу дробит, кто зерно дробит. Остальные там сено, навоз выкидывает, то, чем жена доит. Ну, предели они, все предели. Кто чем занимается, кто кому, что нравится. Ну, кто на что гораст. Дочь, она сейчас замуж ушла недавно. Ну, мне торговать помогает. Они сейчас две старшие дочери учатся, остальные дома. Сейчас Росевхозбанк проводит конкурс на обучение на сыроваре. Я туда сейчас документы сдал. Сыровар не хочу открыть, свой. Ну, сыр-то я второй год начал, как варить. Тут на рынке уже, я даже не помню, ну, больше десяти лет, наверное. Где-то десять лет мы начали от трех коров, так потихоньку увеличиваем.